Друзья мои, какое счастье жить! Встать на рассвете и принять светило в свои объятия, чтоб потом носить в себе его энергию и силу. Уйти от страха завтрашнего дня тропинкой узкой в пригород или в поле, коснуться обезглавленного пня, присесть и ощутить себя на воле. Где вам никто не отдает приказ, ни ваше «я», ни шеф и ни родитель, где ненадолго, пусть всего на час, вы, только вы, ваш личный предводитель, вдохнуть и выдохнуть, и точку тишины, как остров свой, источник и оазис найти в себе, не чувствуя вины, что вы не в полной мере знаний кладезь освоили, или на ваш призыв не отозвался кто-то, кто вам дорог, не стал событием ваш искренний порыв, что вы не царь, что вам давно за сорок. Упущен шанс, не схвачена за хвост жар птица, или нет контакта с сыном, что вы так и не вышли на помост, бесплодно грезите о счастье мнимо. Но в вас есть дар, что посильнее грез, любви колодец, радости источник, ответ на ваш поставленный вопрос и ваш предполагаемый подстрочник. Да, ваша жизнь, та самая ляви, трудолюбивая, божественная жилка, ваш Иордан и храм ваш на крови воздвинуты легко в порыве пылком. По сути, жизнь торжественно проста. Вот чашка чая, вот письмо от друга, улыбки близких, новые места, преодоление ходьбой упругой дороги вверх, на грань таких высот, где брат вам ветер, где сестра вам птица, где, несомненно, ближе станет тот, чья сила вам позволила родиться. И если вас еще стряножит страх, рюкзак возьмите и ступайте в гору, и ухватитесь в синих небесах за солнцем луч Мюнхгаузену в пору, и, отправляясь ежедневно ввысь, однажды в космос выйдете из дома. Да здравствует единственная жизнь, исполненная помощи другому.